Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Самый веселый праздник Еврейского года, праздник Пулин, приближается, и по мере его приближения, как говорят мудрецы Талмуда, увеличивается радость. Можно ли увеличивать радость? Ведь радость – это чувство, а в чувствах, как известно, мы невольны. Итак, именно об этом, о радости, я хотел бы поговорить с гостей нашей сегодняшней передачи Ольгой Гилборд, специалистом по радости. Здравствуйте! Очень рада здесь быть. О, это замечательно! Кстати, о радости! Кстати, о радости, совершенно верно. Видите, когда я представляю вас, я держу в руках книгу Ольга Гилборд «Happiness the Jewish Way». То есть радость, я бы, наверное, перевел правильно, по-еврейски или еврейским образом. Точно. Это потрясающая книга, я пролистал только содержание, и у меня уже, конечно, возникло множество вопросов, но, как бы, ключевой вопрос я уже задал. Многие из нас ощущают себя жертвами обстоятельств. При этом это выражается зачастую в таких фразах, типа, это все из-за тебя, ты сделал меня несчастной или несчастным, я чувствую так плохо, и так далее, и там подобное, да? То есть мы живем, и, казалось бы, мы реагируем своими чувствами на происходящее событие. И поэтому есть люди, которые живут, так сказать, казалось бы, при хороших обстоятельствах и радуются, а есть люди, которые живут, и обстоятельства жизни их тяжелые, и они несчастны. Так ли это? Ну, к сожалению, это так, конечно, вы абсолютно правы. И мне кажется, что вы как раз сейчас высказали самую главную суть всего этого, всего обсуждения о счастье, всей этой философии. Почему кто-то счастливый, кто-то несчастный, почему так? Вот то, что вы сказали, что люди смотрят на обстоятельства и дают обстоятельствам вести себя по какой-то дорожке, или плохое, или хорошее. И, конечно, особенно если сваливаешь это на обстоятельства или на других, что вот из-за этого я несчастный, вот если бы не то, я бы был счастливей. Вот в этом в основном и очень по большой части находится, можно найти как бы залог и несчастье, или наоборот успеха в том, чтобы быть счастливым и радостным человеком. И как вначале вы сказали, что мы над своими чувствами не подвластны, то как раз быть радостным и воспринимать жизнь с более радостной точки зрения, это возможно, научить себя и своих детей тренировками, путем тренировок. То есть на самом деле вы согласились с моим риторическим вопросом, потому что я спросил, правда ли это, что действительно вот справедливо человек обвиняет свои обстоятельства в своем плохом настроении, или наоборот, можно сказать, благодаря хорошим обстоятельствам у меня хорошее настроение. Вы сказали, я прав, то есть вы имеете, наверное, в виду, что зачастую как раз все наоборот. То есть человек, у которого положительный настрой, несмотря ни на какие обстоятельства, и он способен этот свой положительный настрой, прежде всего, генерировать своей мыслью, то есть фокусировать свою мысль на чем-то положительном, несмотря на то, что на горизонте есть многое другое, и вызвать положительные чувства, которые вызывают положительные слова, действия, и эти действия могут переломить обстоятельства. Таким образом, внутренние наши чувства могут творить реальность, а не только отражать реальность. Ну, конечно. Ну, о чем мы сейчас говорим, это я с вами еще раз, второй раз уже, с начала передачи я с вами соглашаюсь, в том плане, что, конечно, есть люди, которые просто по своей природе понимают это, это никаких усилий у них не занимает, они просто чувствуют, что внутри их есть какие-то хорошие чувства, у них положительные эмоции и мысли, им это легко. Но мне было бы даже больше интересно обсудить как раз тех людей, которых, к сожалению, мне кажется, может быть большинство, и каждый из нас иногда, а может быть и часто, замечает в себе это, что как раз мы себя чувствуем заложниками обстоятельств. Мне кажется, в основном все-таки очень много людей имеют тенденцию к этому, потому что быть заложниками обстоятельств, потому что в плохой день все плохо и плохое настроение. Ну, у кого будет хорошее настроение в плохой день, правильно, казалось бы? А надо ждать хорошего дня. Вот завтра вот я пойду в отпуск, вот я отдохну, у меня будет все хорошо. Вот у меня как раз была такая ситуация совсем недавно. Мы ждали так отпуск всей семьей, боже мой, дни считали, готовились, радовались, надеялись. И вот это свершилось, мы приехали, пальмы, Карибское море, а через пару дней уже я слышу, что ой, нечего делать, надоело немножко, уже скучно, уже маята началась. И вот как раз о вашем вопросе, что все было замечательно, обстоятельства были отличные, идеальные обстоятельства, и мы их ждали. И немножко было недовольство. То есть, конечно, это исходит, это чувство радости, оно не исходит от обстоятельств. Настоящее счастье и радость. Мы его создаем в себе сами. И об этом в книге. Да, как бы это сделать? Вы знаете, любопытно, опять-таки, с точки зрения нашей еврейской традиции, вот здесь книг-то называется «Радость еврейским образом». Радость не определяется как чувство. Потому что если бы радость была только чувством, то тогда не могло бы быть заповеди «Служи Всевышнему с радостью», говорил царь Давид. Или, скажем, упрек, который брошен в торе еврейскому народу, «Вы не служили мне с радостью». То есть, это обязанность. Это моральная обязанность. Получается, что в этом смысле радость, прежде всего, это выбор. Потому что если бы это не было выбором, то нельзя было бы упрекать или обязывать. То есть, если мы можем выбрать, то к нам можно предъявлять претензии, от нас можно отжидать или требовать. Абсолютно. И, наверное, даже более того, получается, что это, может быть, черта характера, который вырабатывается со временем. И для того, чтобы этот выбор делать, человеку зачастую требуется другая черта. Я бы ее назвал мужеством, храбростью. То есть, в том смысле, что если мы определяем мудрость как некую твердость, способность не поддаваться внешнему нажиму, обстоятельствам, не вставать, так сказать, на коленях, не только перед, так сказать, внешними врагами, там были ли они КГБ или там еще кто-то, да, но и перед действительно обстоятельствами, какие бы ни были на нашем пути, и все равно быть тем, кто ты есть, что бы ни было. То есть, вот эта вот способность человека быть тем, кто он есть, и выбирать, делать свой этот выбор, служение, да, то есть, получается, я рад. Видите, я перевожу как бы микрофон, передаю вам микрофон. Ты скажу, а в чем, собственно, выбор тогда состоит? Что значит выбрать радость? Ну, во-первых, когда я начала все свое исследование, меня эта тема очень заинтересовала, и меня поразила именно вот этот аспект, что, да, в еврейской религии, в иудаизме радость — это не то, что просто состояние, как бы приятное состояние, ну, не обязательно, но желательно, а наоборот, как вы сказали, что это требуется, это моральная обязанность каждого, это спрашивается в дальнейшей ситуации, которая нас всех ждет, что «а ты радовался, тебе мой мир доставлял удовольствие». То есть, тем, что есть спрос этого, это значит, что каждый из нас, во-первых, должен быть счастлив, как вы сказали, а во-вторых, мне показалось, что, значит, у каждого есть такая возможность, то есть нельзя сказать, ну, у него такой характер, вот этот веселее, а вот этот угрюмый, он такой, как бы, характер от рождения такой. То есть, получается, что по иудаизму каждый человек может, может быть счастлив, и с него спрашивается, и поэтому это ведет к вопросу, а как действительно, если кто-то родился с более веселым характером, ему легче, а с более, может быть, угрюмым, негативными какими-то качествами, может, ему тяжелее, как этот выбор, да, сделать? Знаете, я даже сделаю шаг на секундочку назад для того, чтобы, как бы, укрепить мотивацию, обязанности, радости, потому что кто-то может подумать, а, Тора вмешивается в мою личную жизнь. Вот у меня такие-то чувства, а я вот меланхолик, знаете, особенно в русской, так сказать, классической литературе и так далее. О, русская классическая литература. Вот мы меланхолики, да. Значит, проблема в том, что это не только обязанность твоя по отношению к себе самому, твоей совести и твоей способности функционировать, поэтому он как бы перед небесами. Один мудрец писал, ну, так сказать, современник относительно, да, сто лет назад живший в Литве, он говорил, что человеческое лицо – это его public domain, как это сказать правильно по-русски, да, это его общественное место. То есть, а в своем общественном месте он несет ответственность за то, что он проецирует, например, человек с грустным, меланхолическим выражением лица, он делится этой своей грустью и становится обузой для окружающих. В то время как на самом деле человек, чтобы не было ему трудно и больно, он должен бы людей укреплять и поднимать, поддерживать. Кстати, любопытно, что одно из обязанностей Торы по отношению мужчины, по отношению к женщине – это emotional support. Есть три обязанности. Одна из них – это эмоциональная поддержка жены. То есть, скажем, в этом смысле угрего мой муж, когда пришел домой, он не выполняет какой-то своей вот этой вот обязанности Торы. И приведу, может быть, тоже еще один пример, когда я начал изучать тему emotional intelligence, не знаю, как сказать по-русски, да, как некая эмоциональная, что сказать, эмоциональная IQ. Да, эмоциональная IQ, да. Вот. Интеллигентность. Да, мы не знаем, да. Вот. А там приводился пример любопытный, что, например, сестры в кардиологических отделениях госпиталей, за ними, так сказать, следили, проводили определенного рода статистическое исследование. И хотели связать их настроение со смертностью их пациентов. И результат был ошеломляющий. Мы знаем, что не только от того, какое дается лечение, какие даются лекарства, какие врачи, но от того, какие сестры. А в чем суть сестры? Она ухаживает. А как сестра влияет на, выживает ли пациент или нет? Если берут сестер, и у одних настроение хорошее, они делятся с пациентами. У других настроение плохое, они тоже делятся с пациентами. Оказывается, что колоссально влияет. Если берут в течение года, у кого умирают пациенты. Так вот, потому обязанность быть в хорошем настроении, она не только по отношению к небесам, или, так сказать, наслаждался ли лично я своей жизнью. А дело в том, что мы можем подарить кому-то радость только тогда, когда она у нас есть. А нет ничего более важного, как Всевышний створил мир, и в этот мир, так сказать, пригласил первого человека Адама, потом уже и Еву, да, или Адам и Еву вместе, и расположил их где? В райском саду. Отсюда мудрецы говорят, мы видим, что цель творения мира Всевышний хотел подарить радость и счастье. Поэтому обязанность человека — обрести радость и счастье. Почему? Да потому что, уподобившись Всевышнему, мы можем и должны дарить радость и счастье другим. И не обретая этой радости и счастье, просто никому не можем ее дать. Да, конечно, мы все друг от друга зависимы, мы все влияем на эмоциональный статус друг друга. И медсестры, я думаю, на пациентов, я уверена, и пациенты на медсестерах. Обратной дорогой. И мы на своих детей, на мужей, на жен, на всех окружающих людей. Абсолютно верно. То есть это можно сравнить с названием вашей передачи «Дерево жизни». Каждый человек — это можно сравнить как дерево. И если корни большие, счастливые, корни — это то, что главное, что нас питает. Если у нас есть это состояние счастья, то мы не только сами цветем, но и дарим кислород, и тень, и что-то полезные фрукты, и овощи всем окружающим распространяем. Это невидимый кислород, невидимый для всех. Так и счастье, конечно. Но интересно, что, говоря немножко о том, идя назад о том, что вы сказали, что как же это быть счастливым, если у меня меланхолия при службе или что-то. Да. Очень интересно, что тоже в науке о счастье, которая сейчас есть, положительная психология, positive psychology, да, ученые, люди видят уже сейчас, что люди больше как бы предрасположены реагировать на негативные эмоции и замечать их. Потому что раньше от этого, с этим было связано выживание. То есть если ты смотришь на закат и радуешься жизни, ты можешь не заметить, что там мамонт за тобой. В первую очередь люди обращали внимание на негативные вещи, и это как бы выработалось, выработалось. И поэтому, но мы можем вырабатывать в себе как бы навык обращать внимание на положительные моменты, которые всегда, они всегда присутствуют. Рядом с негативными всегда есть положительные. Замечательно. И мы сейчас к этому вернемся, но я просто хочу благодарить вас за прекрасный пример относительно нашей передачи «Древо жизни» или «Дерево жизни». И в этом смысле замечательный Равин Рабишимшин и Фольгерш начинает свой комментарий в книге «Исхода», сравнивая, например, еврейский народ с «Древом жизни», и говорит, что мы все в ветви одного дерева. Не только мы дерево, которое дает кислород. Это прекрасное сравнение. Более того, мы вообще все одна система. Кстати, это идея emotional intelligence. Мы все часть одного дерева, на самом деле. Хотя нам кажется, что мы разные, и мы каждый сам по себе, но на самом деле мы соединены. Корни в каком-то смысле они на небесах. То есть вот те корни, о которых идет речь, так сказать, как дечеловеческие корни вообще, и откуда мы, и что мы. То есть они вообще даже вне нас. Вот наш интеллект, наша сила духа, наше сознание – это тайна. Мы даже не будем указывать, где это. Но это не обязательно в земле. Хотя слово «Адам» и «Адама» связаны, да? Человек и земля, они связаны. Да, видите, как интересно можно провести. Очень интересно. И хотя слово «Адама» происходит от слова «доме», «подобие». Человек подобен Творцу. Земля творит человека. Человек из земли приходит и в землю возвращается. Но так или иначе, поскольку мы все связаны, например, мудрецы говорят, что родители продолжают жить в своих детях. Поэтому древо народа, оно вечно, оно вне времени. Потому что, хотя кажется, что человека нет, а душа его, ДНК его, и впечатления о жизни его, они все равно остаются. И его влияние на последующие поколения. Влияние, совершенно верно. И память, конечно. Оно все равно остается. Поэтому, когда мы, например, встречаемся с кем-то, тем более общаемся с нашими детьми, то нам очень важно, какое мы оставляем о себе впечатление. Я помню, кстати, замечательно у нас был гость, Раби Ашер Кушнир, я не знаю, помните ли это, когда он приезжал сюда, как-то и выступал. У меня дома была встреча с некоторыми мамами. И они вот хотели получить от него как бы одобрение, что вот можно так сказать своему ребенку-подростку, или такой поставить ультиматум, или укражать такого рода наказанием. И он пытался объяснить, но авторитарная, так сказать, система управления и воспитания, она играла свою роль. Ну как же так? Я же мать, я же имею право. И он не нашел другого аргумента, как он спросил, а как вы хотите, чтобы ваши дети вас помнили? Какой? Как бы цербером полицейским, или благородным, великодушным, то есть каким человеком вы хотите, чтобы ваши дети вас помнили? Боже, воспитание детей это тяжелый вопрос. И как мама двух детей, я могу сказать, что не только иногда тяжело другим людям дать совет, но иногда я стою, я сама со своими детьми в своем доме, не знаю, как себя правильно вести. Но это что-то, что тоже, что-то, что emotional intelligence, как вы сказали, это осознавать, осознавать свои мысли, и свои, как бы, что ты сейчас чувствуешь, и быть хозяином этого. И есть случаи, когда, предположим, предположим, я недовольна, предположим, я вспоминаю, что Каббала даже, да, говорит, что у человека есть 10 качеств, и они все должны быть в балансе, да, и доброта, хэсет, должен быть в балансе с справедливостью, да, гвура. Да, 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 конечно. Но по отношению к детям, я читала, мудрецы говорят, что все-таки доброта должна перевешивать справедливость и наказание. По отношению, и я стараюсь об этом вспоминать, когда я в таком состоянии, специально, чтобы в этот момент, когда, в этот момент, когда хочется что-то сказать, или, ну, да, ну, не так, но как-то. Ну, я не имею в виду мысли, да, символические. То есть, да, конечно, и есть одна, мне кажется, замечательная женщина, писатель, учительница, Сара Юхевед Риглар, она ведет уроки, на основе Торы и иудаизма, очень интересна. И она учит, что есть два пути. Это путь в любых отношениях, с людьми, между мужчинами и женщинами, с детьми, путь отчуждения или путь соединения. И мы не можем быть одновременно на двух дорожках, только или там, или там. То есть, каждый разговор, каждый конфликт, или любой, надо думать, я хочу отчуждиться от этого человека, или я в конечном итоге, я хочу быть с ним близким. Неважно, можно же учить человека и иметь даже спор, спорить, но когда ты знаешь в глубине души, ты помнишь, все мы знаем, что мы любим детей, но если ты помнишь в этот момент, что я всегда хочу быть с этим человеком близка, то и спор пойдет по-другому. Ты все равно можешь говорить свое мнение, учить то, что вы хотите, как родители, но спор пойдет по-другому, не с точки зрения отчуждения, что, а то же самое все будет, то есть, с точки зрения, что я хочу быть близок с этим человеком, оставаться близким, и это очень сильно влияет на нашу внутреннюю радость и счастье, и на то, что мы другим даем тоже, не меняя, возможно, даже воспитательный процесс, сам процесс. Я хотел бы, вообще-то, благодарить за этот замечательный пример, который вы и сейчас привели, и идею баланса, то есть, в принципе, должен быть баланс, на поверхности должен быть баланс. Сейчас скажу, почему он появился, потому что вы сказали, что с одной стороны, есть как бы правая рука, мистический, который выражает милосердие, доброту, желание приблизиться, а с другой стороны, нужно уважение, дистанция, справедливость, которая выражается иногда в адекватной реакции, или даже в наказании, если мы говорим о том, как небеса ведут к нам себя, и как бы между ними должен быть баланс. Но любопытно, что если мы как бы заглянем внутрь, глубже, опять-таки, мистически, символом первого является Авраам, который был источником добра, приглашал к себе людей, а силом справедливости, силы, был его сын Ицхак. Так вот, любопытно, что на его примере вскрывается суть силы духа Ицхака. он был силен в том, что несмотря на то, что его сын Исаф был негодяем, он никогда не перестал верить в него, он никогда не выгнал его из дома. То есть в этой силе тоже заключается... была направлена на то, чтобы остаться любящим и верящим в своего ребенка отцом, несмотря ни на что. То есть та сила, о которой вы говорите, она все равно обращена вовнутрь. Она требование к себе. И потому, да, требовался, как бы, героизм, твердость и силы от Ицхака, быть непреклонным, непоколебимым в своей любви к своему ребенку. Потому, он был сыном своего отца. Потому, что отец был силен в своей доброте. А Ицхак был еще сильнее. То есть в каком-то смысле, так говорят мудрецы, Авраам в своей жизни должен был доказать, что добро может быть сильным. И потом, в определенных ситуациях нужно действовать именно силой. и он воевал, защищал, противостоялся злу, даже должен был выгнать своего сына Ишмаэля. А наоборот, А Ицхак в своей жизни должен был доказать, что сила может быть доброй. Поэтому все, что он делал, было величайшим проявлением добра. Это глубокая мысль, отличная. Потому, что мы все разные люди, у нас разные характеры, и мы должны этот баланс чувствовать. Главное, видеть впереди себя, чего мы хотим, для чего это делается. Главное. Я хочу благодарить вас за замечательную беседу, которая, я надеюсь, поможет нам и обрести внутренний баланс, участь, делать этот выбор, и делая этот выбор, уже быть, так сказать, непоколебимым. Всего самого хорошего. Спасибо большое. Спасибо вам. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok